Кэрри помотала головой, словно отгоняя что-то стоящее перед его глазами. В этих письмах говорилось, что наш брак фальшивка, и я сообщаю им об этом, так как не хочу, чтобы доход Кэрри хотя бы за одну неделю перешел к Марго. Я написал, что Марго охотится за скальпом Кэрри и попросил подыгрывать мне до тех пор, пока я не смогу обвинить Марго в покушениях на убийство. Потом я запечатал письма, наклеил марки для спешной почты и бросил их в почтовый ящик в вестибюле. Ночной сторож в здании впустил и выпустил меня. После этого я вернулся в Вейлануа. — Разумеется, мы все это проверим, — инспектор отвернулся. Бо подбежал к Кэрри. — Кэрри, я хочу, чтобы ты мне верила, чтобы ты знала, что я люблю тебя, и все сделанное мной было. — Черт возьми, Кэрри, я бы скорее отрубил себе правую руку, чтобы... — Чем проделать с тобой такой грязный трюк? Инспектор и два юриста снова начали перешептываться. Помощники прокурора что-то требовали, а старик горячо возражал. — Думаю, что я знаю, кто убил Марго, — зашептал Бо на ухо Кэрри. Это пришло мне в голову прошлой ночью, вернее, рано утром. Все, что мне нужно, — это немного времени. Кэрри, дорогая, ну скажи же что-нибудь. По крайней мере, скажи, что ты не считаешь меня подлецом и убийцей. Девушка медленно повернулась, подняла голову и посмотрела ему в глаза. Я затуманенный взгляд был подобен прожектору, шарившему во тьме. Внезапно Кэрри обняла Бо и прижала его к себе. Он с благодарностью закрыл глаза, чувствуя напряжение ее рук и биение ее сердца. Помощник прокурора постучал Бо по плечу, виляя ему отойти. Бо не протестовал. Он наблюдал, как уводит Кэрри в камеру предварительного заключения, где ей предстоит подвергнуться всем жутким процедурам обыска, взятие отпечатков пальцев и тому подобному. Она шла, как во сне, ничего не видя кругом. Бо посмотрел на инспектора, и тот махнул рукой. — Не покидай город! Голос старика звучал сухо. Он не поднимал взгляда от стола, водя с бумагами. — Конечно, папаша, — ответил Бо. — И спасибо. Инспектор вздрогнул, затем вернулся к своим бумагам. Бо быстро вышел. Он знал, что за ним будут следить. Странное выражение лица инспектора и взгляды помощников окружного прокурора сказали ему, что прежде чем пройдут сутки, он может очутиться неподалеку от Кэрри в камере предварительного заключения по обвинению в сообщничестве. Фактически Бо не сомневался, что только на стоянии инспектора удержали двух помощников от немедленного ареста. Полночи Бо бродил по улицам Нью-Йорка, анализируя свою версию вдоль и поперек, в поисках ошибок. Наконец, решив, что все сходится, он удовлетворенно вздохнул и отправил Эллери телеграмму, назначая встречу в их офисе в девять утра. После этого Бо пошел домой и лег спать. В девять часов он встретился с Эллери. Судя по его изможденному виду, мистер Квинт знал об аресте Кэрри и, более того, не спал с тех пор, как узнал о нем. Бо рассказал ему обо всем происшедшем, и Эллери выслушал его в мрачном молчании. — Ну, — заговорил он, наконец, — у нас еще есть время. Дела идут медленно, а нам нужны все доказательства. Ты вчера навел справки о Докарлосе? — Я нашел. Несколько ветеранов Солл-стрит, которые помнят его. Все они считают Докарлоса слабаком. У него были большие идеи, но он никак не мог их осуществить. Правда, когда Коул руководил им, составляя планы операции, Докарлос был в состоянии проводить в жизнь его замыслы. Но сам по себе Докарлос ничего не стоил. Он пробовал играть на бирже после смерти Коула и потерял абсолютно все. Эллери задумался. Выходит, он спустил миллион, которые Коул оставил ему как моряку перед отпуском на берег. Если его обчистили на Уолл-стрит, значит, он полностью разорен. — Вот именно, — подтвердил Бо. — А ты точно выяснил, что он никогда не был женат? Что, по-твоему, я Гудини? Насколько мне удалось узнать, нет. Ну, я тоже осуществил кое-какую проверку. Судя по полученным сведениям, Докарлос всегда был холостяком. А что насчет личных вещей Коула? — Все проверено. Одежда, разные драгоценности, часы, кольца, запонки и пачка деловых бумаг. Ничего интересного для нас. — Ты нашел авторучку? — Нет, ни ручку, ни автоматического карандаша. — Обставные зубы? — Нет. — Очки, парик, фальшивую бороду? — Нет. Вошла мисс Пенни с телеграммы. Бо вскрыл ее и начал танцевать джигу, размахиваясь желтым листком. — Не знаю, что выяснил ты, — воскликнула, — но я выяснил многое. — Временами ты бываешь несносен, — заметил мистер Квинн. — Что там такое? — Телеграмма. — От нашего человека с побережья. Он нашел капитана Энгуса. — Что? — К вечеру он прибудет вместе с ним. Это все, в чем я нуждался для завершения дела. — Значит, у тебя есть теория? — осведомился мистер Квинн. — Теория! Черт Ас-2! — У меня есть ответ! — Его начал объяснять, трахтя как пулемет. Мистер Квинн молча и слушал, время от времени мрачно кивая. — В чем дело? — Ты не кажешься особенно довольным. — Признаю, что все указывает в этом направлении, — промолвил мистер Квинн. — Я не могу опровергнуть твою теорию. Напротив, я в состоянии сделать еще более убедительной. — Но меня беспокоит один момент, Бо. — Какой именно? Мистер Квинн махнул рукой. — Маленькое несоответствие. Слишком маленькое, чтобы из-за него волноваться. — Тогда черт с ним! По-твоему, нам нужно ехать в город? — Очевидно, — вздохнул мистер Квинн. Они еще раз тщательно обсудили теорию Бо и каждую деталь их плана. При каждом подтверждении мистера Квина глаза Бо радостно блестели, он заметно приободрился и впервые за несколько месяцев выглядел счастливым. Зазвонил телефон, и мисс Пенни сказала. — Это ваш отец, мистер Квинн. Улыбка Бо сразу же увяла. — Да, папа? — спросил Элери. — Слушая, он весь напрягся, а, положив трубку, громко расхохотался. — Что ты об этом знаешь? — О чем? — Говори, чертова обезьяна! — Похоже, это начало конца Бо. Мистер Квинн встал и встряхнулся, как борец перед выходом на арену. — Папа сообщил мне, что Марго Коул. Крепче держись за стул. — Не была дочерью Хантли и Надин Коул. Она не была ни племянницей Кадмуса Коула, ни кузиной Кэрри. Короче говоря, она не была. — Марго Коул! Челюсть Бо отвисла. — Она не была. — Так кем же, черт возьми, она была? — Одной из самых хладнокровных самозванок. Мистер Квинн потащил онемевшего партнера из офиса вниз по лестнице и сел вместе с ним в такси, которое повезло их на Сентер-стрит. Глава восемнадцатая. На сцене появляется мисс Блумер. Они быстро ехали по городу. — Как папаша это раскопал? — осведомился Бо, оправившись от потрясения. — Мне она не нравилась. — Говори, я смысленно, черт бы тебя побрал. Я так и делаю. Думая о женщине, которая именовала себя Марго Коул, я пришел к выводу, что в ней есть нечто сомнительное. Она оказалась чересчур светской женщиной. — Значит, это просто удачная догадка? — усмехнулся Бо. — Конечно! Эльдер засмеялся. — Есть не считать партнера, о котором она упомянула. — Кэрри, перед тем, как ее убили. Партнер предполагал заговор. — А заговор? Он пожал плечами. — Как бы то ни было, я предложил папе взять у убитой отпечатки пальцев. Он сделал это и послал их описание по радио в Скотланд-Ярде и в сюрте. Лондонской парижской полиции. В Скотланд-Ярде отпечатки опознали. Кто же она была? Она была женщина по имени Энн Блумер, порождение лондонских трущоб, пьяница отца и проститутки матери с юности промышленным мошенничеством. Когда ей было девятнадцать, британская полиция арестовала ее за попытку шантажа и отправила на год в тюрьму. — Ну, выйди на свободу, в 1925 году она исчезла из Англии. Как ты помнишь, в 1925 году мать настоящей Марго Коул умерла во Франции. Но ведь французская полиция проверяла эту женщину. Мы все попались на удочку. Неужели ты не понимаешь, что произошло? Когда Энн Блумер появилась в этой стране, выдав себя за Марго Коул, она поведала нам свою историю, которая в действительности соединяла в себе две разные истории. Она рассказала нам историю Марго Коул до 1925 года и свою собственную, начиная с 1925 года. Это означает, что подлинная Марго Коул исчезла в 1925 году. По крайней мере, с тех пор нет никаких свидетельств ее существования. — Ты имеешь в виду, что эта история началась так давно, — Го присвистнул, — что Марго Коул убили в 1925 году? — Не знаю, не знаю. Мистер Квинн печально посмотрел в окно такси. Сообщение отца открывает новое поле для размышлений и расследований. Как бы то ни было, мы знаем, что Энн Блумер, которая, по ее словам, сменила имя Марго Коул на Энн Стрэндж, в действительности была английской авантюристкой, не имеющей отношения к семье Коул. Папа это тоже проверил. Эта женщина пыталась убить Кэрри, а в результате была убита сама. — А как она смогла обзавестись всеми удостоверениями и личностями Марго Коул, ты полагаешь, что... Папа велел Гуссонсу привести все эти удостоверения. Бо велел шоферу остановиться возле здания, где находились камеры предварительного заключения. Увидев Бо, Кэрри вскликнула и бросилась в его объятия. Через некоторое время мистер Квинн кашлянул. — Ты мог бы представить меня, леди? Бо... Бо подчинился, не выпуская девушку. Кэрри с любопытством посмотрела на Эльри. — Очень рада познакомиться с человеком, за которого, как мне казалось, я вышла замуж. — Итак, вы Эльри Квинн? — Вы Кэрри Шонн. — Боюсь, что не в лучшем виде, — вздохнула Кэрри. — Мистер Квинн, мы с вами нигде не встречались. — Над этим вопросом лучше не ломать себе голову, — быстро ответил Эльри. — Теперь мы, во всяком случае, встретились, мисс Шонн. Я могу лично убедиться, что вам ничего не стоило внести смятение, богоцентричное существование, Бо. — Сейчас на меня лучше не смотреть, — промолвила Кэрри с печальной улыбкой. — Последние события окончательно выбили меня из колеи. — Дорогой! Она прижала к себе руку Бо. — Слушай, малышка, — Бо выглядел смущенным. — Я просто заглянул обнять тебя и убедиться, что ты на меня не сердишься. Но сейчас я должен идти. — Так скоро? — воскликнула Кэрри. — Настанет время, когда мы с тобой уедем и больше не расстанемся. Но сейчас у нас с Эллири есть работа. — Хорошо, Бо. Кэрри поцеловала его. — У тебя приятное имя. — Бо Раммел. — А знаешь, имя как имя, — поспешно перебил Бо. — С тобой хорошо обращаются, Кэрри. — Да, Бо. — Я могу перед уходом тебе что-нибудь принести. Вай была здесь и купила мне все, что нужно. — Бо, полиция следит и за Вай. — Это просто формальность, — пробормотал Бо. — Должны же они как-то отрабатывать свое жалование. — А ты уже нанял для меня адвоката? — Разве я тебе не подхожу? Я ведь тоже адвокат. — Знаю он, дорогой, но... Бо поцеловал ее. — Адвокат нам не понадобится. Мы с Эллири за один день раскроем это дело. Глаза Кэрри расширились. — Ты имеешь в виду, что узнал? — Немного терпения, малышка, немного терпения. Мы пытались освободить тебя под залог. Но с висящим над тобой обвинением в убийстве об этом нечего и думать. Но им тоже придется действовать быстро. Либо выпустить тебя, либо изменить обвинение. Лицо Бо помрачнело. Затем он усмехнулся. — Тебе придется еще немного здесь побыть. — Постарай, чтоб поменьше, — прошептала Кэрри. — И Шон, вы знали, что Марго Коула в действительности не была Марго Коула? Внезапно спросил мистер Квинн. — Что-что? Удивленно воскликнула Кэрри. — Неважно. Мистер Квинн удовлетворенно улыбнулся. — Бо, что он имеет в виду? Бо объяснил. Она выглядела ошеломленной. — Но я не... Мистер Квинн взял ее за руку. — Не волнуйтесь. Пока вы здесь, не терзайте себя вопросами и постарайтесь как следует отдохнуть. Тюрьмы — неплохие места для отдыха. Кэрри печально улыбнулась. — Я запомню. Это на случай, если попаду еще в какую-нибудь тюрьму. Обещаю, что в этой вы долго не пробудете. — Спасибо, мистер Квинн. Меня зовут Эллири, мисс Шон. А меня Кэрри. Эллири. — Очаровательно. Между прочим, Бо и я должны многое вам объяснить. Вы можете подождать. — Как скажет Бо. Бо снова поцеловал ее, и они быстро вышли. — Такая вера должна быть заслужена, — заметил мистер Квинн. Бо ничего не ответил словами. Но его глаза и челюсть сказали нечто, заставившее мистера Квина умолкнуть. Они нашли инспектора Квина и Ллойда Гусонса погруженными в документы. Оба выглядели раздосадованными. — Все бумаги в порядке, — с отвращением произнес инспектор. — Каждый листок подлинный. — Ничего не понимаю. — Я тоже, — сказал Гусонс, нервно посасывая пустую трубку. Он переводил взгляд с Бо на Эллири. — Кто из них? Кто инспектор? — Этот настоящий Эллири Квинн, — проволчал старик. — А тот шалопай, который выдавал себя за Квина, партнер моего сына, я бы не порицал вас, если бы как следует вздули обоих, мистер Гусонс. — Боюсь, что уже слишком поздно. Печально промолвил Гусонс, пожимая руку Эллири. — Когда-нибудь вы должны рассказать мне, джентльмены, зачем вам понадобилось меня обманывать. Но в данный момент эта история с Марго Коул, вернее, с Энт Блоумер, загнала меня в угол. — Вы уверены, что удостоверение в порядке? — Абсолютно. — Смотрите сами. Я принес для сравнения бумаги мисс Шон. — Откуда мы знаем, что она тоже не самозванка? — внезапно осведомился инспектор. Бо встрепенулся. — С ней все чисто. Все. Кроме того, есть ее фото в десятилетнем возрасте. — Мне это все не нравится, — проворчал старик. — Это все ставит с ног на голову. — Сочувствую вам, — усмехнулся Бо. Инспектор бросил на него странный взгляд. — Я не имею в виду обвинения. То, что женщина, выдававшая себя за Марго Коул, оказалась самозванкой, не лишает Хэрри Шон мотива убийства, если она думает, что это женщина Марго Коул. Даже если она знала правду, мотив все равно остается. В таком случае она могла считать, что история с самозванством никогда не выплывет наружу. Дело не в этом. — Тогда в чем же? Инспектор не ответил. — Меня беспокоит, — заговорил Гуссенс, — моя позиция в качестве душеприказчика и опекуна. Разделение моих обязанностей с этим Декарлосом не улучшает положение. Он провел пальцами по редким волосам. Ведь деньги, выданные Энн Блумер, были из стояния Коула. — Вы не можете быть за это ответственным, — сказал мистер Квин. — Мы все совершили одинаковую ошибку. Так как удостоверения личности были подлинными, мы решили, что лицо, представившее их, является их владельцем. — С юридической точки зрения я в полной безопасности, — промолвил адвокат. — Дело не в этом, мистер Квин. — Скандал и газетные шумиха не принесут репутации моей фирмы. Ничего хорошего. Это может отпугнуть будущих клиентов. Впрочем, это мои проблемы. Мои они ваши. — Кстати, о юридической точке зрения, — заметил Бо. — Что теперь будет с состоянием Коула, Густанс? — Нужно разыскать настоящую Марго Коул. Кэрри снова является наследницей, но над ней висит обвинение в убийстве. — Судье по делам о наследстве не слишком понравится такой оборот. Густанс выглядел несчастным. — Да-да, я понимаю. Он нахмурился. — Между прочим, мистер Квин, вам известно, что формально вы нарушили инструкции завещателя, поручив мистеру Раммелу выдавать себя за вас. Вы не имели права передавать мистеру Раммелу работу, для выполнения которой были наняты лично вы. — Если вы имеете в виду, приятель, — усмехнулся Бо, — что мы должны вернуть пятнадцать штук, то оставьте напрасные надежды. — Нет-нет, — нервно улыбнулся адвокат, — я не буду на этом настаивать. Но мне кажется, что при данных обстоятельствах фирма Эль Риквин Инкорпорайта должна быть отстранена от ведения дела. — То есть, — расследовался мистер Квин, — судье не понравится эта история, мистер Квин. — Думаю, он потребует, чтобы я нанял другую фирму или выполнил работу сам. — Вы имеете в виду поиски настоящей Марго Коул после разоблачения Энн Блумер? — Да. — Мы настаиваем на наших правах, — твердо заявил мистер Квин. Гуссенс рассмеялся. — Не думаю, что они у вас есть. Как бы то ни было, возможно, нам не о чем спорить. — Мистер Квин так же вежливо засмеялся. — О чем вы? — Очень может быть, что Марго Коул нет в живых, так что все это буря в стакане воды. — Весьма возможно, — согласился мистер Квин. — Ну, полагаю, инспектор, вы хотите на какое-то время придержать эти документы? — Да. — Оставьте их здесь. Адвокат кинул и удалился. — Он явно напуган, — заметил инспектор. — Положение у него и впрямь не из легких. Старик сел за стол и начал поглаживать гипсовую фигурку Бертильона. Бертильон Альфонс, 1853-1914 годы, французский криминалист. — Как, впрочем, и у меня. Тебе и Керри здорово повезло, бо, что дело приняло такой оборот. Окружной прокурор уже сожалеет, чтоб советовал сразу же арестовать Керри, а ведь вчера он хотел арестовать и тебя. — По какому обвинению? — Соучастие в убийстве. — Сделав паузу, инспектор продолжил. — Я отговорил его. — Я знаю, что ты тут ни при чем. Не потому, что факт об этом свидетельствует, а потому, что суд не примет их в качестве доказательств. — Но Бо никак не мог совершить это убийство, — возмущенно запротестовал мистер Квинн. — Я говорил не об убийстве, а о соучастии, — кратко ответил его отец. — Спасибо, папаша, — сухо промолвил Бо. — У меня у самого рыльца в пушку. — Комиссар подумывает о том, чтобы отстранить меня от ведения дела. — А теперь с этим новым поворотом, — инспектор пкачал головой. — Мне кажется, — заметил мистер Квинн, — что мы все ходим по кругу. Давайте подаем к проблеме с точки зрения логики. Лицо инспектора прояснилось. — Ты видишь просвет? Еще какой. — Значит, ты не веришь, что Керри Шон застрелила эту Энн Блумер? — Не верю. Инспектор откинулся на спинку стула. — Ты пристрастен. Вовсе нет. У меня есть основания считать ее невиновной. — Основания. — Какие? — Видит Бог, я достаточно разумный человек. — Но если ты сможешь объяснить обстоятельства этого преступления, так без неправдоподобных историй, вроде той, которую рассказывает Керри Шон, я готов съесть твою шляпу с кетчупом и майонезом в саду на Мадисон-сквер. — Возможно, я поймаю тебя на слове. Мистер Квинн поднялся и начал бродить по комнате, нахмурившись и глядя в пол. Начнем с нового факта. Женщина, представившаяся как Марго Коул и имевшая при себе подлинное удостоверение личности Марго Коул, в действительности самозванка по имени Энн Блумер. Возникает вопрос. Где находится подлинная племянница Кадмуса Коула, подлинная дочь Хантли Коула и Инадин Меллой Коул? Марго Коул, за которую выдавала себя Энн Блумер. Если она жива, то почему не объявится с требованием своей доли в состоянии дяди? Нам следует исключить возможность, что она ничего не знает о смерти Кадмуса Коула и о его завещании. Это было едва ли не самое широко освещаемое в прессе событие. О смерти Коула и странных условиях его завещания сообщалось в газетах, в журналах, по радио, во всем мире, причем не один, а множество раз, в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Австралии, даже в Африке и Южных морях. Это продолжалось в течение нескольких месяцев. Сначала сообщение о смерти, потом о завещании, затем о находке обеих наследниц и, наконец, об их образе жизни. — Надеюсь, ты согласен, что если бы настоящая Марго была жива, она бы к этому времени, несомненно, знала о смерти Коула и о своем статусе наследницы. — Ты имеешь в виду, — осведомился инспектор, — что, так как Марго Коула до сих пор не объявилась, следовательно, она мертва не совсем, — быстро ответил Эльдри. — Я всего лишь проистяю ситуацию. Мне кажется, что, будь она жива, сенсационные сообщения достигли бы ее глаз и ушей. — Делая вывод, что если Марго жива, то ей все известно, — задаем следующий вопрос. — Почему она не объявляется? — Единственная возможная ответ состоит в том, что ей известно о ее несоответствии статусу наследницы согласно условиям завещания. Например, что она замужем или была замужем. Это автоматически исключает ее из числа наследников. — По-моему, — возразил Бо. Даже если она состояла в браке, то все равно бы объявилась и пыталась бороться за свою долю. Это вполне естественно. Тем не менее, она не объявилась. — Давай лучше двигаться по прямой, а не отвлекаться на контртеории. Ты говоришь, что если бы Марго была замужем, она все равно попыталась бы бороться. Согласен. Но как? А протестовав завещание, она этого не сделала. Могла ли она бороться иным способом? — Определенно. — Заключив сделку с женщиной вроде Энн Блумер. Бо и инспектор выглядели озадаченными. Сделка могла быть задумана следующим образом. Деньги делятся пополам после того, как Энн Блумер, снабженная удостоверениями личности подлинной Марго, объявится, ступит в права наследницы и начнет получать доход со своей долей. С точки зрения Марго от Энн Блумер требовалось только того, чтобы она никогда не была замужем, и чтобы ее биография в какой-то момент совпадала с биографией Марго, что практически произошло. — Ну, это значит, — возбужденно заговорил инспектор, — что партнером Энн Блумер, о котором та, по словам Кэрри, упомянула ей, была настоящая Марго. — Если Энн, приняв наследство, надула Марго и не стала с ней делиться, это могло стать мотивом убийства. — Безусловно, — усмехнулся Элли. — А я-то думал, что ты не веришь истории, Кэрри. — Я и не верю, — покраснев отозвался старик. — Это просто в порядке рассуждение. Бо и Элли рассмеялись. — Ну, во всяком случае, — продолжал Элли, — я не настаиваю на таком выводе, хотя ты можешь оказаться правдой. — С единственным выводом, к которому я пока пришел, ты уже согласился, папа? — Если настоящая Марго жива, она, возможно, наняла Энн Блумер, чтобы та выдавала себя за нее, снабдила Энн своими удостоверениями личности и стала ее невидимым партнером в заговоре с целью получения половины состояния Коула, на которую она не имела права. Иными словами, Энн Блумер имела, должна была иметь партнера. Теперь рассмотрим другую возможность. Настоящая Марго мертва. Тогда каким образом Энн Блумер могла заполучить ее удостоверение личности? Судя по рапортам, Энн не имела никакой связи с семейством Коула, во всяком случае, кровной. Удостоверения должны были находиться в распоряжении кого-то близко связанного с покойной Марго. Помните? Сейчас мы рассматриваем весь ее, что Марго мертва. В чьем же распоряжении? Родственника. Единственными живыми кровными родственниками настоящей Марго были Керри Шон, ее кузина, и Кадмус Коул, ее дядя, полинецца. Никто из них, судя по фактам, не имел никаких контактов с подлинной Марго Коул. Кто же остается в качестве возможного обладателя удостоверений? Например, муж, настоящий Марго, переживший ее. Неплохая возможность, но всего лишь одна из многих. В любом случае, Энн Блумер могла заполучить удостоверение личности Марго Коул, только взяв их у кого-то, кто был близок с Марго. А для этого лица передачи документов Марго означало сделку партнерства. Таким образом, мы вновь приходим к важному выводу, что у Энн Блумер был партнер. — А не могло ли это выглядеть следующим образом, — предположил инспектор, — Марго Коул и Энн Блумер были подругами. Энн убила Марго, украла ее удостоверение личности и объявила здесь в качестве Марго, так что никакого партнерства не существует. — Против этой теории, которая, разумеется, приходила мне в голову, — ответил Эллири, — есть два возражения. Первое. Если Марго и Энн были подругами, почему французская полиция, проверившая все подробности биографии Марго Коул от ее рождения до 1925 года и Энн Блумер от 1925 года до сего времени, не обнаружила никаких свидетельств этой дружбы? — Как вам известно, они работают весьма тщательно. Ответ один. Не существовало ни свидетельств, ни самой дружбы. Второе. Согласно этой теории, Энн Блумер действовала как одинокая волчица. Однако перед самым убийством она сообщила Керри, что у нее был партнер. — Это мы знаем только со слов Керри Шон, — упрямо заявил инспектор. — И благодаря многочисленным подтверждениям, которые нам так что привел Эллири, — проворчал Бо, — не надо упорствовать, папаша. Инспектор махнул рукой сыну. — Таким образом, — продолжал Эллири, — мы установили факт существования лица, о котором до сих пор не подозревали, партнера Энн Блумер по преступлению, которого она упомянула, хвастая, что вместе с кем-то еще планировала покушение на Керри. — Далее. — Бо сказал Энн, что он женится на Керри и повезет ее в Вилануа. Он даже обещал Энн, что оставит Керри одну ночью, что и сделал, хотя по иным причинам, нежели думала Энн. Так вот, Энн Блумер, очевидно, информировал обо всем своего партнера, иначе как бы он об этом узнал? Поэтому партнер прибыл в Вилануа вскоре после Бо и Керри, узнал, какой номер они заняли и забронировал по телеграфу номер 1726. Я выяснил, что телеграмму продиктовали по телефону-автомату несомненные избудки Вилануа или возле него. Это запутало след. Забронировав номер 1726, таинственный партнер вошел туда при помощи отмычки и стал ожидать событий. Через открытые окна он слышал, как пришла Энн, слышал ее беседу с Керри, слышал, как она опрометчиво сообщила о наличии партнеров в покушениях на Керри, и застрелил Энн, прежде чем она успела назвать его имя. После этого он бросил револьвер Керри в номер 1724, так как, по словам Энн, она осуществляла покушение на Керри вместе с партнером, неудивительно, что партнер располагала украденному Керри револьвером 22-го калибра. Старик молчал. Как мне кажется, продолжал Элери, этот партнер имел три мотива для убийства Энн Блумер. Вспомни о характере Энн, о ее бессовестности, о той жизни, которую, согласно полученным сведениям, она вела в Европе, о ее дерзком признании в попытках убить Керри, и подумай о ситуации, возникшей между ней и ее партнером. Обладая удостоверениями личности, признанными, подлинными, душеприказчиками и судьей по делам о наследстве, она ощущала себя на коне. Больше ей не был нужен никакой партнер, он выполнил свою роль, предоставив ей удостоверение личности Марго Коул. Энн могла без всякого риска отказаться от сделки с партнером, отказаться делиться с ним доходом, приобретенным благодаря его помощи. Что же мог сделать партнер? Да ничего. Разоблачить эту женщину как самозванку означало бы разоблачить и обвинить самого себя, и таким образом партнер безвозвратно лишался добычи. Вот вам первый мотив — месть. Второй мотив — страх. Энн Блунер, женщина с преступным прошлым, могла быть в любой момент разоблачена, как самозванка, по чистой случайности. Будучи пойманной, она наверняка бы потянула за собой своего молчаливого и невидимого партнера. Фактически, когда Энн рассказывала Керри о покушениях на нее и заявила, это сделала я еще кое-кто, я и... Партнер тут же застрелил ее, он не мог позволить ей раскрыть его личность. Мертвые не кусаются, в том числе и женщины. Эллири сделал паузу. — А третий мотив? — спросил Бо. — Третий может подождать, — ответил мистер Квинн. — Разве двух недостаточно? — А почему Керри не могла быть партнером Энн Блунер? — осведомился инспектор. — Если забыть обо всей сцене в номере 1724, который подтверждают только слова Керри... — Ну-ну-ну, папа, ты совсем запутался. Керри — последний из всех людей на земле, которая могла бы быть партнером Энн. Если бы Керри располагала удостоверениями личности Марго Коу, что само по себе невероятно, то независимо от того, была ли жива или мертва настоящая Марго, стала бы Керри организовывать самозванство и создавая, таким образом, еще одну наследницу. Ведь если бы настоящая Марго не объявилась, Керри получила бы все состояние, а не половину. — Нет, папа, Керри не нуждалась в партнере. Инспектор Квинн прикусил кончик уса. — Где доказательства всего этого? Мы еще не готовы представить доказательства. — Косвенные улики против девушки слишком сильны, Эллири. — Разве ты убедил меня еще, Сэмпсон? — Окружной прокурор не станет отзывать обвинения без достаточных доказательств. Бо подмигнул Эллири и отвел его в сторону. Некоторое время они шептом совещались. Эллири казался обеспокоенным, наконец кивнул и сказал отцу. — Ладно, ты получил свои доказательства. Я намерен предоставить все дело Бо, потому что это в основном результат его вдохновения. — Да, предоставьте все мне, — энергично подхватил Бо. И вы получите вашего убийцу в течение двадцати четырех часов. Еще многое, помимо убийцы. — Это не должно занять более двадцати четырех часов, — согласился мистер Квинн. — Да, думаю, мы можем это обещать. Инспектор поколебался, затем махнул рукой. — Ладно, что вы хотите от меня? Глава девятнадцатая Кадмейская иллюзия К девяти часам вечера офис агентства Эллири Квинн Инкорпорейтед был переполнен. Шторы были опущены, а все лампы включены. На столе стоял какой-то аппарат. Возле него сидел, выглядевший озадаченным, эксперт из главного полицейского управления. Кэрри прибыла в сопровождении надзирательницы и детектива. Она и Вай сидели в углу. Вай явно нервничала. Эллири несколько раз видел, как Кэрри успокаивала ее. Все остальное время она смотрела на Бо с материнской верой и преданностью. Инспектор Квинн выглядел обеспокоенным. Окружной прокурор Сэмпсон был настроен скептически. Эдмунд де Карлос изнавал от желания выпить. Гуссенс имел довольно жалкий вид. В лаборатории поджидал незнакомец с Нессессаром. Мистер Квинн отвел в сторону Бо. Прекрати дергаться, как обезьяна. Старайся держаться уверенно. Ты похож на человека, у которого рожает жена. Видишь, как Кэрри на меня смотрит, простонал Бо. Думаешь, все пройдет как надо? Ты уверен, что правильно понял сообщение. Капитан Энгус вместе с сопровождающим его детективом приземлились в Нью-Йоркском аэропорту. Раздраженно сказал Эллири. Они едут сюда с эскортом полиции, так что можешь быть спокоен. Я места себе не нахожу, пожаловался Бо. Оно и видно. А ведь нам нужно сохранять олимпийское спокойствие. Ты мессия. Тебе все известно. Дрожь не должна сотрясать твои члены. Приступай к делу. Тяжело вздохнув, Бо шагнул вперед. Мистер Квинн прислонился к двери в приемную. Бо быстро рассказал о визите Кадмуса Коула в этот офис. Три месяца назад я там как мультимиллионер нанял Эллири для расследования, которое оказалось поисками наследников Коула после его смерти. Он описал внешность Коула, его лысину, чисто выбритые и загорелые щеки, беззубый рот, только он щурился и споткнулся о дверной косяк. Мне и мистеру Квинн он показался очень близоруким. Затем Бо поведал о том, как Коула ставил у них свою авторучку, которой он, сидя за этим столом, выписал чек на пятнадцать тысяч долларов. — Мы послали ручку на его яхту, аргонавт, — продолжал Бо, — но прежде сделали в микрофотографии весьма необычных следов на кончике колпачка. Вынув из кармана конверт, он передал его эксперту из главного управления, сидящему за столом возле аппарата. — Вот эти микроснимки, доктор Джоллиф. Можете их обследовать. Эксперт взял конверт. — Конечно, мне известно только с ваших слов, мистер Раммел, что эти фотографии именно той ручки. Мы можем сделать нечто большее, — внезапно вмешался мистер Квинн. — Разумеется, — подтвердил Бо, — мы можем предъявить саму ручку. Шагнув к Эдмунду де Карлосу, он распахнул его пиджак, выхватил из жилетного кармана ручку, которой де Карлос выписывал чек на 25 тысяч долларов. В качестве взятки агентству Элли Реквинн Инкорпорайтед и с торжественным видом вручил толстую черную золотом авторучку эксперту. — Не понимаю, — испугно начал де Карлос. — Доктор Джоллиф, — вновь заговорил Бо, — не будете ли вы так любезно обследовать эту ручку под микроскопом и сравнить следы на ней со следами на микрофотографиях? Эксперт принялся за работу. Окончив ее, он поднял голову и сказал. — Следы на авторучке и на фотографиях полностью идентичны. — Значит, вы считаете, — осведомил Собо, — что фотографии сделаны с этой ручки? — Безусловно. — Боюсь, мистер Раммел, — заметил окружной прокурор, — что я не вполне улавливаю смысл происходящего. Сейчас вы все поймете. Мрачно отозвался Бо. — Только запомните, что де Карлос, придя сегодня в этот офис, имел при себе авторучку, которая три месяца назад была в распоряжении Кадмуса Коула. Окружной прокурор Сэмпсон выглядел озадаченным. — Я все еще не... Бо повернулся к де Карлосу. — Как вы, сказали, вас зовут? Де Карлос уставился на него. — Ну, Эдмунд де Карлос, конечно. Что за нелепый вопрос? — Лжете, — заявил Бо. — Ваше имя Кадму Скоул. Бородач вскочил на ноги. — Вы спятели? Бо схватил его за руку, так что вскрикнул. — Вы Кадму Скоул, — повторил Бо, — нос к носу, глаза к глазам, рот к рту, да и все остальное, и мы можем это доказать. — Доказать? Де Карлос облизнул губы. — Если вы будете любезно удалить вашу бороду, ваш парик, ваши очки и ваши вставные зубы, Квин и я осуществим вашу официальную идентификацию как Кадму Скоула. — Чушь! Никогда не слышал подобного вздора, инспектор. Вы не можете, мистер окружной прокурор. Я настаиваю на своих правах. — Одну минуту, — прервал инспектор. Он шепотом посовещался с окружным прокурором, потом шагнул вперед и обратился к Бо. — Вы утверждаете, что этот человек Коул, и что вы с Эллири можете идентифицировать его в качестве такового? — Да, утверждаю, — ответил Бо. Инспектор посмотрел на Эллири и тот медленно кинул. — Тогда я очень сожалею, мистер Де Карлос, мистер Коул или как вас там, — мрачно произнес инспектор. — Но вам придется подвергнуться идентификационному тесту. Он потянул Де Карлоса за волосы и был явно ошеломлен, когда они тут же отделились от головы. Ошарашенный гусс он сидел с открытым ртом. Кориво и изумленно уставились на происходящее. — Выньте ваши зобы! Де Карлос сердито повиновался. — Теперь снимите очки! Де Карлос подчинился, щурис и моргая при ярком свете ламп. — А как насчет бороды? — осведомился инспектор У. Бо. — Она тоже фальшивая? — Нет, борода настоящая! — с усмешкой ответил Бо. — Он, должно быть, отрастил ее за время между посещением нашего офиса и следующим появлением в Нью-Йорке после своей театральной кончины в море. — У тебя есть бритва? — спросил инспектор Квин. — Более того, парикмахер. Бо зашел в лабораторию и вернулся с незнакомцем, держащим в руке на СССР. — За дело, Доминик! — сказал ему Бо, широко улыбаясь. — Работай быстро, но тщательно! Детектив, сопровождавший Керри по знаку инспектора, шагнул вперед, но бородач сам опустился на стул и положил руки на колени, продолжая бешено моргать и щуриться. Парикмахер начал бритье. А публика следила за процедурой с напряженным вниманием. Бо застыл, как вкопанный, словно ожидая, что де Карлос вскочит со стула и пытается бежать, однако тот сидел, сохраняя спокойствие. Во время бритья мистер Квинн вышел в приемную, закрыв за собой дверь. Вскоре он вернулся и подозвал Бо. — Они здесь! — шепнул Эллири. — Кто? — Капитан Энгус и детектив. — Черт возьми! Не пускай их сюда, Элл, пока я не найду нужный психологический момент. Когда с бородой было покончено и парикмахер удалился, Бо и Эллири молча уставились на лишенное растительности лицо. Впалые щеки, причуренные глаза, лысая голова. — Ну, — осведомился инспектор Квинн, — это тот самый человек, который приходил к вам сюда три месяца назад? — Это Кадмус Коул, — ответил Бо. — Эллири, — это тот самый человек, — кивнул мистер Квинн. — Клевета! — завопила бритой, брызгой и слюной. — Я де Карлос! Без вставных зубов он даже говорит точно так же, — усмехнулся Бо. — Верно, Эллири? — Абсолютно. — Разумеется, — заметил окружной прокурор Сэмпсон. — Мы снова можем полагаться только на ваши слова, джентльмен. — Вовсе нет, — возразил Бо. — В тот день, когда Коул приходил в этот офис, я подслушивал беседу из лаборатории. У нас в агентстве выработана целая система. Мы предпочитаем иметь полное досье на наших клиентов. Поэтому мы сфотографировали ручку. — Поэтому, — продолжал он, вынимая из кармана большую фотографию, — я сфотографировал нашего друга через маленькое специальное отверстие в стене, а позднее увеличил фотоснимок. — Как вам это понравится? — Все столпились вокруг, переводя взгляд с фотографии на человека на стуле. — Тут не может быть сомнений, — заявил инспектор. — Если считать серой бахромы, теперь имеющейся у него на черепе, это тот самый человек. — Ваша игра окончена, Коул. — Я не Коул! — послышался источный крик. — Я Эдмон де Карлос. Я могу представить вам сотню доказательств. — Вот как! — усмехнул Сэбо. Он махнул рукой Эльри. — Тогда я уступаю место моему знаменитому коллеге и выдающемуся оратору, фистеру Эльри Квину. Мистер Квин шагнул вперед. — Мы доказали, что вы, Кадму с Коул, тремя путями, — обратился он к лысому мужчине. — Благодаря вашему обладанию авторучкой Коула, с помощью нашей личной идентификации, и вас, как человека, посещавшего нас три месяца назад, и в качестве юридической улики посредством увеличенного фотоснимка. Мы можем представить и четвертое доказательство, настолько неопровержимое, что вам больше не удастся ничего отрицать, мистер Коул. — Меня зовут да Карлос, — брызгая слюной вопил лысый. Мистер Квин пожал плечами и вынул из ящика стола еще одну фотографию. — Это фотокопия погашенного чека на пятнадцать тысяч долларов, выписанного Кадмусом Коулом в этом офисе, когда он нанял нас. Как видите, чек прошел через расчетную палату. — Каким образом мы можем быть уверенными, что подпись на этом чеке принадлежит Кадмусу Коулу? — Есть три подтверждения. — Первое. Он выписал чек на глазах у мистера Раммелла и у меня. — Второе. Более важное. Банк Коула подтвердил подлинность чека и позднее оплатил его. — Третье. Мы можем сравнить подпись на чеке с подписью в завещании Коула, которая была тщательно проверена судьей по делам о наследстве и в итоге признанным законным. — Мистер Гусенс, вы привезли с собой фотокопию подписи Коула на завещании, как я вас просил? Адвокат поспешно извлек из портфеля фотокопию и передал ее Эллери. — Да, — с удовлетворением промолвил мистер Квинн. — Сходство безошибочно даже для глаза любителя. Хотите убедиться сами? Окружной прокурор и инспектор Квинн сравнили подписи на чеки и на завещание. Инспектор кивнул, а Сэмпсон сказал, — Конечно, нам понадобится мнение эксперта, но я признаю, что они выглядят идентичными. — Учитывая прочие доказательства, можем считать этот фактом. Иными словами, человек, выписавший этот чек в нашем офисе три месяца назад, должен быть Кадмусом Коулом. Вы согласны? Они кивнули. Мистер Квинн положил фотокопию чека и вытащил два других снимка. — Это фотокопия чека на двадцать пять тысяч долларов, выписанного прошлой ночью также в этом офисе и у нас на глазах джентльменом, именующим себя Эдмундом де Карлосом. — У меня имеется оригинал, он не был передан в банк по причинам, в настоящий момент несущественным. Мистер Квинн вручил одну из фотокопий чека до Карлоса загорелому мужчине. — Вы отрицаете, что подпись на этом чеке принадлежит вам? — Я ничего не отрицаю и не подтверждаю, — послышался невнятный ответ. — Это не имеет значения. — Раммелл и я можем заявить об этом под присягой. И, кроме того, с тех пор, как вы обосновались в Терри-таунском поместье Кадмуса Коула, там должны были скопиться сотни образцов вашего почерка. — К тому же, леди и джентльмены, существует странное и весьма интересное родство между именами Кадмус Коул и Эдмунд де Карлос. Конечно, это чистое совпадение, однако оно позволяет осуществить небольшую демонстрацию. Обратите внимание, что все буквы имени Эдмунд де Карлос встречаются в имени Кадмус Коул, даже заглавное «С». Это поможет вам провести поучительный эксперимент. Я намерен взять две фотокопии чека, выписанного мистером де Карлосом и содержащего его собственноручную подпись, и разрезать эту подпись на составные части. Эти фрагменты я наклею на лист бумаги в таком порядке, что они образуют имя Кадмус Коул. Таким образом, мы получим это имя, написанное почерком де Карлоса. И мистер Квинн приступил к работе с ножницами и клеем. Теперь мы в состоянии провести эксперимент, заметил он, кончив процедуру. Вот собственноручная подпись Кадмуса Коула на его погашенном чеке. Кадмус Коул. А вот подпись Эдмунда де Карлоса на оригинале чека, выписанного им для агентства Элли Риквин Инкорпорайтед. Эдмун де Карлос. А вот подпись Кадмуса Коула изготовлена из фрагментов подписи Эдмунда де Карлоса на двух фотокопиях. К-Д-М-У-С-К-О-Л-Э. Пожалуйста, сравните все три подписи. Пока не обследовали три экспоната, мистер Квинн добавил. Фактически, эта маленькая демонстрация была необходимой. Вам было бы достаточно сравнить подпись де Карлоса на завещании Коула в качестве свидетеля с подписью Коула в качестве завещателя, чтобы убедиться, что они сделаны одной и той же рукой? До сегодняшнего вечера я никогда не видел завещания. Но меня удивляет, что вы не заметили сходства, мистер Гуссонс. Я тоже удивлен, пробормотал Гуссонс, уставившись на три подписи. И думаю, что судья по делам о наследстве удивится так же. Инспектор выпрямился. Для меня этого достаточно. Вы мистер Коул, и тут не может быть никаких сомнений. А кружному прокурору Сэмпсону явно было не по себе. Все, безусловно, указывает на это. — Почему вы притворились умершим? — осведомился инспектор, умолча сидящего на стуле лысого мужчины. — Что случилось с подлинным де Карлосом? Что стоит за этим маскарадом, Коул? — Так как над вашей головой висит обвинение в убийстве самозванки, выдававшей себя за Марго Коул, вам следует выдвинуть очень убедительное объяснение. Человек на стуле окинул присутствующих диким взглядом. — Но я не Коул! — невнятно промотал он. — Сколько раз я должен вам это повторять? Лысый мужчина вставил в рот фальшивые зубы, надел очки и, отказалось, придал ему новые силы. Так он вскочил на ноги и начал быстро ходить взад-вперед. — Я Эдмунд да Карлос. Есть человек, который знал меня много лет. Он мог сразу подтвердить мои слова, потому что он так же хорошо знал и Коула. Кто же этот человек? Дружелюбно осведомился Бо. — Энгус! Капитан яхты Коула Аргонавт! Дайте мне немного времени, инспектор, чтобы найти капитана Энгуса. Он скажет вам, кто я, он! — Что бы вы сказали, — радостно спросил Бо, — если б я сообщил вам, что капитан Энгус ждет в соседней комнате, чтобы опознать вас, Коула. У его загорелого собеседника отвисла челюсть. — Мы разыскивали его, — быстро продолжал Бо, — с тех пор, как получили известие о вашей смерти, Коула. Наконец один из наших агентов обнаружил его. Капитан Энгус оставил службу. После того, как вы поставили яхту в док Сантьяго де Куба и решил отправиться в кругосветное плавание в качестве пассажира. Вчера его корабль прибыл в Сан-Франциско, мой агент прилетел с ним оттуда на самолете и... Закончил Бо, когда Эллири открыл дверь приемной и позвал ожидающего там человека. Вот он, к вашим услугам. Высокий худой мужчина в сером костюме, держащий в руках пальто и фетровую шляпу, вошел в сопровождение детектива и Сан-Франциско, и сержанта Вели. Капитан Энгус почернел от многолетнего пребывания под океанским солнцем. Его глаза, сверкающие под густыми черными бровями, имели зеленовато-голубой цвет айсберга под водой. Вид у него был властный, как у человека, привыкшего командовать. Войдя в офис, он огляделся по сторонам. — Капитан Энгус! — весело заговорил Бо, шагнув вперед. — Я Раммелл. Это мой партнер Эльвири Квинн, а эти два беспокойных джентльмена — инспектор Квинн из отдела по расследованию убийств и прокурор Сэмпсон из округа Нью-Йорк. Высокий мужчина кивнул. — Неплохая компания! — сухо заметил он гулким басом. — Это все в мою честь, мистер Раммелл. — Капитан Энгус, я хочу задать вам один, всего один вопрос. Бош огнул в сторону и указал на лысого загорелого человека в центре комнаты. Кто это такой? Капитан Энгус выглядел озадаченным, переводя взгляд с лысого мужчины на остальных. — Не понимаю, кем он должен быть? — Об этом у вас и спрашиваем, капитан. Капитан усмехнулся и ответил. — Это мистер Эдмон де Карлос. Бо задохнулся и закашлялся, едва не подавившись. — Да, Карлос? — воскликнул он. — Посмотрите, хорошенько ради этого. Не Кадмус Коул? — Мистер Коул! — Капитан Энгус расхохотался, откинув голову назад. — Ну уж нет! Мистер Коул мертв! — Мистер Коул мертв! — переспросил мистер Элли Риквин, словно испытывая внезапно трудности с английским языком. — Конечно! Он умер на борту органавта три месяца назад. Я своими руками облачил его в саван из парусины, как принято у моряков. — Это заговор! — рявкнул Бо. — Его подкупили, чтобы он это сказал. Отправьте его в тюрьму, папаша! — Одну минуту! Высокий мужчина утратил свое добродушие, и что-то в его голосе заставило всех умолкнуть. — Насколько я понял, вы сказали, что я замешан в каком-то мошенничестве, мистер. — У вас отличный слог! — огрызнулся Боул. — Так вы просто болтливый щенок! — заявил капитан. — Вас бы следовало как следует вздуть. Но я знаю, где находятся по крайней мере шестеро из моей команды, которые могут подтвердить мои слова. В смерти мистера Коула не было ничего необычного. Все произошло так, как я передал по радио на белую леди. — Здорово вы его делали, капитан! — злобно вставил де Карлос. — Кроме того, этот джентльмен никак не может быть мистером Коулом. Мистер Коул был немного выше и более худой, чем мистер де Карлос, да и глаза у него были другого цвета. Мистер де Карлос близорукий и вынужден постоянно носить очки, а у мистера Коула было самое лучшее зрение, какое я когда-либо видел у человека его возраста, и он в жизни не надевал очки. Мистер Коул был лысым, как колено, а у мистера де Карлоса есть немного волос. Правда, у обоих не было зубов, но мистер Коул никогда не носил вставные, а он говорил, что из-за чувствительного нёба не может вынести ощущение вставной челюсти. К тому же мистер Коул был вегетарианцем и не нуждался в фальшивых зубах. Кэрри, всеми забытый, сидела в углу, на её лице застыло выражение безнадёжности. — Это ещё не всё, — продолжал капитан с явным удовольствием при виде отчаяния его. — У мистера Коула были больные руки, по-моему, это называлось деформирующим артритом. Он говорил мне, что заболел внезапно не то в девятнадцатом, не то в двадцатом году, точно не помню. Его руки были изуродованы, все в узлах и абсолютно серые, их было нельзя не узнать. — Посмотрите на руки мистера Д'Карлоса, они выглядят совершенно нормально. Мистер Коул не мог держать в руке бинокль, не мог есть самостоятельно, так как был не в силах удержать нож и вилку. Помощник стюарда кормил его как младенца. Бо начал говорить с давленным голосом, но инспектор поднял руку. — У вас есть какие-нибудь доказательства правдивости ваших слов, капитан? Капитан Энгус улыбнулся, вытащил из нагрудного кармана конверт с фотографиями и бросил его на стол. — Думаю, это подойдет, — сказал он. — Я вроде как фотолюбитель. Окружной прокурор схватил конверт и начал просматривать фотокарточки. Их было множество, и все отличного качества. На некоторых снимках Д'Карлос находился рядом с другим мужчиной, более высоким и худым, совершенно лысым, с изуродованными руками. Как указывали надписи на оборотной стороне, все снимки были сделаны на борту яхты. — Вот это и есть Кадму Скоул, — сказал капитан. Энгус, покосившись на Бо, Эллири взял фотографии. Бо бросил на них один взгляд, побагровел, поплелся в угол, напротив того угла, где сидела Кэрри. — Мне этого достаточно, — буркнул инспектор и подал знак детективу и надзирательнице. Впервые мистер Квинн видел такое испуганное выражение на лице своего партнера. Плечи Бо сгорбились, он отводил глаза. Кэрри увели, Вай последовала за ней. И вскоре в офисе остались только капитан Энгус, детектив из Сан-Франциско, Де Карлос, Бо и Эллири. — Прошу меня извинить, — промолвил Де Карлос, нахлобучивый парик на лысый череп. — Не забудьте, капитан, что в Нью-Йорке вы и мой гость. Подойдя к двери, он обернулся и добавился злобной усмешкой. — А вас, джентльмены, благодарю за бритье. Но Бо прыгнул вперед, как кот, и преградил ему путь. — Ну уж нет, — зарычал он, — вы останетесь. Он с удивлением повернулся, услышав смех мистера Квина. Эллири хохотал, согнувшись вдвое, и держа за живот, пока не опустился, на вращающийся стул у письменного стола. Часть шестая. Глава двадцатая. Мистер Квинн объясняет логическую ошибку. — Вы оборехнулись, — воскликнул мистер Эдмунд де Карлос. — Прочь с дороги! — В чем дело? — спросил Бо, наблюдая за Эллири. — Если вы не выпустите меня, я добью, чтобы вас арестовали. Капитан Энгус потер ладонью подбородок, скрывая улыбку. — Это уже похоже на личную разборку, поэтому, джентльмен, если вы меня извините, то... Мистер Квинн вытер слезящиеся глаза. — Пожалуйста, останьтесь, капитан, задыхаясь, проговорил он и вновь начал хохотать. — Что в этом такого забавного? — проворчал Бо. — Можно подумать, что все происшедшее здесь шутка. — Так оно и есть, Бо. — Грандиозная шутка, причем подшутили надо мной. Вздохнув, мистер Квинн снова вытер глаза. — Я был бы вам очень благодарен, если бы вы тоже остались, мистер Де Карлос. Не вижу, почему я должен это делать, потому что я вас об этом прошу. Улыбаясь, ответил мистер Квинн. Он посмотрел на Де Карлоса, и тот щелкнул вставными зубами. — Присаживайтесь все, джентльмены. — Нет причины, в которой мы не могли бы обсудить это фиаско, как цивилизованные люди. Хотите выпить? Лицо капитана Энгуса сразу же просветлело. — Это другое дело. Эллири извлек из ящика стола непочатую бутылку скотча и несколько стаканов. Капитан отложил пальто и шляпу, придвинул стул и охотно взял стакан. — Вы тоже, мистер Де Карлос? — Продолжил мистер Квинн. — Забудьте обиду, приятель. Ошибки случаются и в самых лучших детективных агентствах. Он улыбался настолько обезоруживающе, а бутылка настолько соблазнительно поблескивала при свете ламп, что мистер Де Карлос, теща Дуэс, тоже сел и взял стакан. — Во! — Я что, похож на человека, которому хочется выпить? — С отвращением осведомился Бо. — Именно поэтому тебе нужно приложиться к бутылке. — Тост, джентльмены, за логику, которую никогда не следует недооценивать. Мистер Квинн выпил и, сияя, посмотрел на остальных. — Что ж нам делать дальше? — проворчал Бо. — Керри снова в кутузке, а мы так же далеки от разгадки, как и раньше. — Не совсем! Мистер Квинн откинулся на спинку стула. — Не совсем Бо! — Этот маленький опыт преподал мне хороший урок. Всегда доверяй тому, что диктует разум. Внутренний голос предупреждал меня, но я весьма невежливо и игнорировал его. Стыд и позор на мою голову. Де Карлос внезапно налил себе еще стакан и выпил его залпом. — Я говорил тебе, Бо, продолжал мистер Квинн, глядя на Де Карлоса, что в имеющейся у нас последовательности фактов есть одно несоответствие, которое меня беспокоит. Однако идентификация бедняги Де Карлоса как Кадмуса Коула казалась такой бесспорной, что заставила меня совершить непростительный грех санкционировать раскрытие карт, прежде чем дело доведено, до последней точки. — Это смутило мистера Де Карлоса, смутило меня. — А что касается инспектора Квина, моего любящего родителя, Эллири скорчил гримасу, — то подождите, пока он останется со мной наедине в четырех стенах нашего отчего дома. Вы заметили его выражение лица, когда он уходил? — Я заметил, простонал Бо. — Но, Эллири, каким образом мы могли ошибаться? Я все еще не понимаю. Мы строили наш вывод, что Де Карлос в действительности Коул на трех основаниях. Его обладание вторучкой Коула, его абсолютном сходстве с человеком, который посетил нас в этом офисе три месяца назад, исключая фальшивые зубы, пари, качки и бороду, и неопровержимом факте, что почерки обоих полностью идентичны. — Вы в самом деле нуждаетесь во мне, — пробормотал Де Карлос. — Я предпочел бы выпить еще, мистер Де Карлос, предложил мистер Квинн, глядя на него, и Де Карлос тут же снова потянулся к бутылке. Первый пункт, авторучка, был наименее существенным, всего лишь наводящим, и тем не менее именно в нем заключалось несоответствие. — Какое несоответствие, — буркнул Бо, — то, что эти странные следы на колпачке могли быть оставлены только зубами. — Конечно, ты помнишь, Бо, эти дугообразные вмятины на твердой поверхности? Было очевидно, что следы оставлены кем-то привыкшим жевать кончик авторучки. — Ну и что? — рассвернулся Бо. — Человек, пользовавшийся этой авторучкой в нашем офисе три месяца назад, был, по-видимому, ее владельцем, а у владельца, несомненно, имелась привычка жевать ручку. Но этот человек, именовавший себя Кадмусом Коулом, не имел во рту ни единого зуба. — Об этом несоответствии я спрашивал себя неоднократно, пока не махнул на него рукой. Однако остается вопрос. Как мог беззубый человек оставить следы зубов на колпачке авторучки? Капитан Энгус налил себе виски, но при взгляде на лицо Де Карлоса предложил стакан ему. Де Карлос выпил его с залпом, с видом полного отчаяния, а холодные глаза капитана стали еще холоднее. — Но Де Карлос носит вставные зубы, — запротестовал Бо. Разве они не могли оставить на ручке такие же следы, как настоящие? — В том-то и дело, что не могли. — Ответил мистер Квинн. — Во всяком случае, вставные зубы мистера Де Карлоса. — Почему? — Давайте пока отложим это и рассмотрим заново второй пункт. Нашу идентификацию Де Карлоса как Коула на основании внешнего сходства. — Мы оказались неправы, капитан опознал в нем Де Карлоса, а не Коула. — Верно, — кивнул капитан. — Это Де Карлос. — Я Де Карлос, — вызывающе заявил предмет их обсуждения. — Безусловно, вы Де Карлос, — подтвердил мистер Квинн. — Однако остается несомненным, мистер Де Карлос, что человек, посетивший нас три месяца назад, выглядел точь в точь, как вы. — Следовательно, я должен пересмотреть наш прежний вывод. — Мы заявляли, что коль скоро в тот день к нам приходил Коул, а вы выглядите точно как он, значит, вы должны быть Коулом. — Теперь же я утверждаю, что так как вы Де Карлос, а человек, посетивший нас три месяца назад, выглядел точно так, как вы, значит, тот человек был Де Карлос. — Вы имеете в виду, прогудел капитан Ангус, что Де Карлос приходил сюда три месяца назад, выдавая себя за мистера Коула. Вот именно! — Будь я проклят! — воскликнул Бо. — Давайте не отвлекаться, остановил его мистер Квин. — Нет сомнения, джентльмены, что пересмотренный вывод тоже правильный. — Он проясняет еще один момент, который также очень меня беспокоил. Человек, назвавший себя Кадмусом Коулом, пришел нанять нас. Когда я задал ему резонный вопрос, какие именно услуги от нас потребуются, он отказался ответить. — Позже мы узнали, что нас наняли для выполнения простейшей задачи всего лишь разыскать пару исчезнувших наследниц. Это только углубило тайну. — Почему Коул с самого начала отказался сообщить, для чего он нас нанимает, раз все дело было в поисках наследниц? — А теперь, усмехнулся мистер Квин, мы подходим к подтверждению моего тезиса. Коул сделал тайну из того, почему он нас нанял. Так он сам этого не знал. Но каким образом Коул мог этого не знать, только в том случае, если он был не Коулом, а кем-то еще? Де Карлос дрожащий рукой налил себе очередной стакан, его недавно выбритые щеки смертельно побледнели, а скулы и нос оставались ярко-красными. — Значит, он все-таки мошенник, задумчиво промолвил капитан Энгус. — Я всегда это подозревал. Трусливый субъект, который никогда не смотрит в глаза, и внезапно он рявкнул на Де Карлоса. — Что вы все время прятали в рукаве, змея подколодная? — Думаю, я могу догадаться, — ответил Энгри за Де Карлоса. — Секрет самозванства Де Карлоса лежит в его характере. Он может великолепно выполнять распоряжение, может эффективно осуществлять план, задуманный кем-то другим, но, подобно большинству людей, приученных к беспрекословному повиновению. Он терпит крах, действуя на свой страх и риск. Не так ли, мистер Де Карлос? Вы знали, что Коул составил завещание, что он страдает сердечным заболеванием? Возможно, Коул даже говорил вам, что ему осталось недолго жить, и он вряд ли вернется из последнего круиза в Вест-Индию. Поэтому он послал вас в город передать Гуссонсу запечатанное завещание, а также заглянуть к нам Элли Реквина для расследования. Это встревожило вас, мистер Де Карлос. Какого именно расследования? Но вы были слишком скромны, чтобы спросить об этом Коула. Вы беспокоились и не спрашивали Коула по одной и той же причине, потому что задумали собственный план. А этот план требовал от вас перевоплощения вашего босса, не так ли? Да, но вы не знаете, почему, взорвался Де Карлос. Капитан может подтвердить, он знал Коула не хуже меня, этот человек был сущим дьяволом. Да, у него бывали дурные моменты, признал капитан Энгус, мрачно кивнув. Долгие годы Коула издевался надо мной, хриплым голосом продолжал Де Карлос. Он говорил, что знает, почему я так предан ему, и храню себя заживо в море. Теперь его лицо приобрело сплошной розоватый лиловый оттенок, потому что я надеюсь после его смерти завладеть его состоянием. Он заявлял, что намерен оставить мне кучу денег, а потом смеялся и говорил, что передумал и не оставит мне ни цента. Таким образом он много лет играл мной как рыбкой на крючке. Мистер Квин вопросительно посмотрел на капитана Энгуса и тот снова кивнул. Это правда. Наши отношения все ухудшались, опять заговорил Де Карлос. Последние несколько месяцев он пел одну и ту же песенку, что не оставит мне ничего. Думаю, этому дьяволу нравилось видеть, как я пытаюсь притворяться равнодушным. Завещание не было первым составленным им документом, о котором я ничего не знал. Энгус писал под его диктовку, а мне он не позволил остаться в каюте, поэтому я даже не знал, что там говорится. Это верно, сказал капитан. Мистер Коул вызвал меня и продиктовал завещание. Я написал его от руки, а он после правки велел мне отпечатать его на машинке и выбросить рукописный вариант. Я был в бешенстве, продолжал де Карло, сжимая и разжимая кулаки. Все эти годы я провел с ним, выполняя его приказы, подчиняясь ему, терпя его скверный характер, постоянно притворяясь, и все напрасно, так он не потребовал, чтобы я составил для него завещание и даже выставил меня из каюты, и я был уверен, что он не оставил мне ни цента. Он даже сказал мне, передавая запечатанное завещание перед выставкой на берег, не вскрывайте его, Эдмунд, помните, я вложил инструкции адвоката, чтобы он тщательно проверил печать, не была ли она сломана, и он захохотал своим мерзким, лающим смехом, как будто это был необычайно остроумен. Разумеется, насчет инструкции Коул солгал, промолвил мистер Квин, он просто хотел вас позлить. Кивнув, Де Карло схватил бутылку, жадно выпил из горлышка и со стуком поставил ее на стол. Тогда я и придумал свой план, вызывающе заявил он. План был не слишком четким, я находился в полубезумном состоянии. Кто знал Коула лично? Никто, кроме Энгуса, меня и команды, видевших его в течение 18 лет. Если бы Коул умер в море, а Энгус согласился действовать со мной заодно, мы могли бы откупиться от команды, вернуться вдвоем и заявить, что это Де Карлос умер и похоронен в море, а я бы взял на себя роль Коула, никто бы ни о чем не догадался, и мы с Энгусом поделили бы на двоих около 50 миллионов долларов. Он умолк, напуганный выражением лица капитана Энгуса. Моряк схватил Де Карлоса за воротник и грозно прошепел. Ах, вы грязный мошенник! Скажите этим людям, что я впервые слышу об этом мерзком плане, не того пожалеете, что родились на свет. Нет, нет, я не имел в виду, поспешно забрамотал Де Карлос. Мистер Квинн, мистер Раммел, я уверяю вас, что капитан не имел о моей идее ни малейшего представления, я никогда с ним об этом не говорил. Так-то лучше, проворчал капитан, снова сел и налил себе очередную порцию виски. Понятно, промолвил мистер Квинн. Так вот, почему вы изображали Коула? Сбрили с головы серую бахрому, сняли очки и вынули вставные зубы. А вернувшись после кончины Коула в море, вы бы сообщили о смерти Де Карлоса, имея на готове троих людей, могущих искренне поклясться, что вы Коул, людей, которых вы посетили на берегу, выдавая себя за Коула Гуссонса, Раммела и меня. Грандиозный замысел мистер Де Карлос, но весьма рискованный, не так ли? Я осознал это позже, криво усмехнулся Де Карлос. Как бы то ни было, когда я вернулся на яхту, Коул, сам того не зная, заставил меня отказаться от своего намерения. Он показал мне копию завещания, которое я только что передал Гуссонсу, и я увидел, что мне оставлен миллион долларов. Миллион! Я почувствовал такое облегчение, что отказался от своего плана. Однако вы все еще были в опасности, заметил мистер Квинн, потому что Гуссонс, Раммел и я видели вас лысым, беззубым, гладковыбритым и без очков, когда вы выдавали себя за Коула, мистер Де Карлос. Очевидно, отказавшись от плана, вы должны были появиться перед нами, выглядев совершенно по-иному. Вы раздобыли парик на Кубе, не так ли? Вернули себе вставные зубы и очки, и, конечно, сразу же, после того, как Коула сообщил, что оставил вам миллион, начали отращивать бороду. Погоди минутку. Бон охмылился. Я не могу понять истории с почерком. Этот червяк выписал чек, поставил на нем имя Коула, и банк принял его. Каким образом? Даже подпись на завещании. Это самая ловкая часть плана, ответил мистер Квин, на который мы, по сути дела, и воздвигали нашу ошибочную теорию. Почерк лежал в основе вашего обмана, верно, да, Карлос? Это и сделало, возможно, весь фантастический проект. Кто мог вообразить, что человек, посетивший нас, не был Коулом, когда мы своими глазами видели, как он подписался на чеки именем Коула, и чек был принят банком без всяких затруднений. Но капитан Энгус уже ответил на этот вопрос. Пьяный де Карлос мрачно и тяжело опустился на стул. Артрит Коула, продолжал Эльдери, деформирующий артрит, быстро развивающийся и неизлечимое заболевание суставов, он сопровождается сильными болями. — Сильными, капитан скорчил гримасу, да мистер Коул просто с ума сходил от боли. Он принимал от шестидесяти до ста гран аспирина ежедневно в течение всех лет, когда я его знал. Я часто говорил ему, что он не должен бывать в море, так как влажный воздух усиливает боль, но, очевидно, он слишком стыдился из колеченных рук, чтобы вернуться в человеческое общество. Эльдери кинул. Капитан говорил, что руки Коула были настолько искалечены, что его приходилось кормить. Он даже не мог пользоваться ножом и вилкой. Следовательно, он не мог и писать. Но если Коул не мог писать, так вот вам ответ на проблему с почерком. Коул был очень богатым человеком, и даже когда он удалился на покой, его обширные вклады должны были постоянно требовать подписи на документах. Кому же нужно было и выписывать чайки, он ведь не мог таскать с собой свое состояние в наличных деньгах. Какой же выход? Верная пятница, пробывшая рядом с ним более двадцати пяти лет, безусловно, к тому времени, когда его поразил артрит, очевидно, это произошло незадолго до того, как он сорвал огромный послевоенный куш на Уолл-стрит. Де Карлос был достаточно долго доверенным помощником Коула, чтобы послужить парой рук, вместо ставших бесполезными рук его босса. Миллионер поручил Де Карлосу подписываться именем Кадмус Коул на всех бумагах, включая чеки, дабы избавиться от утомительных объяснений, и будучи, как указывал капитан Энгус, очень чувствительным по поводу своей инвалидности. Коул решил сохранить свою беспомощность в секрете. Он поручил вам открыть новые счета в разных банках, не так ли, Де Карлос? Таким образом, с самого начала отшельничества Коула его имя, написанное вашим почерком, не вызывало никаких сомнений. — Вы имеете в виду джентльмены, осведомился капитан Энгус, что Де Карлос не рассказал вам об этом? — Он очевидно забыл, — сухо сказал Бо, — но я не понимаю. — Да, Де Карлос подписал завещание Коула за старого джентльмена. Он должен был это сделать, потому что, как сказал мистер Квинн, мистер Коул даже не мог держать ручку. После того, как я отпечатал завещание, я подписал его как свидетель и отнес в радиорубку, где его подписал из Спаркс. Потом я принес завещание назад в каюту мистера Коула, он послал за Де Карлосом, и Де Карлос, очевидно, поставил на нем имя мистера Коула, после того, как я ушел. — Когда я был в каюте, то заметил, усмехнулся капитан, что мистер Коул не показал Де Карлосу, что написано в завещании. Он морочил ему голову до самого конца. — Мне кажется странным, вмешался Бо, что такой толковый человек, как Коул, шел на колоссальный риск, позволяя Де Карлосу подписывать его чеки. — Не совсем, возразил Эльдери. — Думаю, что Коул не спускал с вас глаз, верно, Де Карлос? Очевидно, он тщательно проверял все отчеты. — Потому что вы почти все время вместе с Коулом находились в море, где не могли причинить особого вреда, даже если бы захотели. — Стойте! — сказал Бо. — Есть еще кое-что. — Эта обезьяна пыталась подкупить нас, предложила нам двадцать пять штук за то, что мы перестанем совать нос в это дело. Почему? — Отличный вопросик, согласился мистер Квинн. — В самом деле, почему? Де Карлос смущенно молчал. — Тогда отвечу я, потому что вы истратили большую часть наследства Коула на игру. Биржевые спекуляции, ночные клубы и прочие злачные места вам не потребовалось много времени, чтобы спустить все, что осталось от миллиона после уплаты налогов, не так ли? Оказавшись почти разоренным, вы замыслили новый блестящий план. — Вы сам дьявол! — злобно прошипел Де Карлос. — Ну-ну, возразила Эллири, разве это справедливо по отношению к старику Вильзивулу? Учитывая то, что женщина, выдававшая себя за Марго Коул, убита, а другая наследница Керришон арестована и, как вы горячо надеялись, будет осуждена и казнена, основная часть состояния Коула окажется полностью в руках опекунов. А кто эти опекуны? Гуссенс и вы! Вам это что-то говорит, мистер Декарлос. Бо выпучил глаза. Ты хочешь сказать, что мистер Ловкач собирался сделать еще одну попытку прибрать к рукам состояние Коула на сей раз вместе с Гуссенсом и для этого убрать с пути фирму Эллири Квинн Инкорпорайдед подхватил мистер Квинн. Думаю, что общая идея была именно такова. Не сомневаюсь, что мистер Гуссенс также не осведомлен о вашем втором плане, Декарлос. Как наш славный капитан о первом? Декарлос с трудом поднялся. Вы чересчур догадливы, мистер Квинн. Между прочим, заметил Эллири, позвольте мне поздравить вас с вашей сдержанностью. Конечно, вы знали с самого начала, что Бо Раммел не Эллири Квинн, потому что вы встречались с нами обоими под нашими собственными именами три месяца назад, когда вы давали себя за Коула. Но вы не могли разоблачить нас, не открыв того, каким образом вы об этом узнали, поэтому хранили скромное молчание, прямо честертоновская ситуация. Что вы намерены предпринять, мистер Квинн? Пьяно усмехаясь, осведомился Декарлос. В настоящий момент ничего. Так я и думал, с презрением фыркнул Декарлос, много шуму из ничего. Прощайте, джентльмены, как-нибудь заходите повидать меня. Он, шатаясь, направился к двери и вышел. Пожалуй, мрачно заметил капитан Энгус, я сразу же приму его приглашение. Помогу вам присматривать за ним, больше от меня все равно нет никакого толку. Прекрасно, капитан, с благодарностью сказал Эллири. Мы ведь не можем ему позволить внезапно отправиться в Индокитай, верно? Капитан усмехнулся, взял пальто и шляпу и поспешил за Декарлосом. Теперь, когда мы вернулись туда, откуда начали, что нам делать? Бо запустил нож для резания бумаги в противоположную стену. Меткий бросок. Рассеянно промолвил Эллири. То, что мы уже делаем. Что именно? Сидеть здесь, придаваясь активной мозговой деятельности. По крайней мере, этим занимаюсь я и надеюсь, что ты ко мне присоединишься. У нас мало времени. Мы обещали папе представить убийцу в течение двадцати четырех часов. Таким образом, у нас остается время только до завтрашнего полудня. Перестань паясничать, проворчал Бо. Он растянулся на кожном диване и уставился в потолок. Бедная Керри, я не паясничаю. Бо резко сел. Ты имеешь в виду, что у нас в самом деле есть шанс раскусить этот орешек. Вот именно. Но сейчас все только еще сильнее запуталось. Тьма сгущается перед рассветом в самые черные тучи есть серебряная полоска и так далее, пробормотал мистер Квин. У нас целая куча новых фактов. Нам необходимо их рассортировать, выбрать нужные и соединить их друг с другом. Я чувствую, что все дело в этом. А ты? А я нет, грубо ответил Бо. Я чувствую только злость. Хоть бы подвернулся кто-нибудь, кому я мог бы заехать по носу. Как подумаешь, что Керри снова мучается в камере. Схватив бутылку виски, он сердито добавил «Ну чего ты ждешь? Сиди и думай». Глава двадцать первая Плоды мозговой деятельности Мистер Квин сделал определенные приготовления перед тем, как предаться размышлениям. Он открыл свежую пачку сигарет, разложил перед собой двадцать штук, так, чтобы они походили на колышки и изгороди. Наполнив большой бокал остатками виски, Элли поставил его на стол. Мистер Раммел, оценив ситуацию, вышел и вернулся через десять минут еще с одной бутылкой скотча и пачкой кофе. Мистер Квин едва заметил эту предусмотрительность. Он снял пиджак, аккуратно повесил его на стул, ослабил галстук и закатал рукава рубашки. После этого с бокалом в одной руке и с сигаретой в другой он уселся на вращающийся стул, закинул ноги на стол и приступил к размышлениям. Бо лежал на диване, так же напряженно думая. В половине второго ночи молчание было нарушено странными звуками. Мистер Квин вздрогнул, но это оказалось всего лишь храп мистера Раммела. Бо! Храп прекратился. Мистер Квин встал, налил чашку кофе, подошел к дивану и толкнул мистера Раммела. А, что? Я все слышал, сердитый начал мистер Раммел, с трудом открывая глаза. Странно, усмехнулся мистер Квин. А я ничего не говорил. Лучше выпей кофе. Бо зевая взгерошил волосы. Мне стыдно, но я заснул. Ну, как дела? спросил он, прихлебывая кофе. Один или два момента, ответил мистер Квин. Все еще ускользают от меня. А в остальном дела движутся. Прошу прощения. Ты можешь не спать, чтобы ответить на несколько вопросов, а? Выкладывай. Странная ситуация, промолвил мистер Квин, начиная ходить кругами по офису. Впервые за весь мой опыт. Мне приходится полностью полагаться на чувства другого человека. Это усложняет дело. Ты ведь участвовал в этом с самого начала, а я только наблюдал со стороны. У меня есть ощущение, что ключ к загадке спрятан в необычном месте, в каком-то случайном замечании или незаметном событии. Постараюсь помочь, чем могу, уныло сказал Бог, но боюсь, что мой ограниченный ум истощил свои возможности, приятель, поэтому я и хочу спать. Теперь все зависит от тебя. Мистер Квин вздохнул. Я должным образом впечатлен возложенной на меня ответственностью. Теперь я собираюсь проанализировать дело с самого начала. Как только я пропущу какую-нибудь подробность, по рассеянности или потому что забыл мне об этом рассказать ты. Подавай мне знак. Заполняй недостающие звенья, какими бы тривиальными они ни казались. Фактически чем тривиальнее они будут, тем лучше. Ну, поехали. И процедура началась. Мистер Квин безжалостно перебирал события, пока веки Бонни стали снова опускаться, и он не начал бороться со сном. Внезапно мистер Квин издал возбужденное восклицание, он махнул рукой Бо, позволяя ему снова лечь на диван, и стал ходить взад-вперед, что-то бормоча себе под нос. Вот оно! Эльри обошел вокруг стола, сел, схватил карандаш и начал быстро писать, перечисляя факт за фактом, словно математик, работающий над задачей. Измученный Бо лежал на диване. «Бо!» «Ну?» Бо сел. «Я нашел!» Сделав это эпическое заявление с олимпийским спокойствием, Эльри отложил карандаш, разорвал свои записки на мелкие кусочки, бросил их в пепельницу и поджег. Он не произнес ни слова, пока вся бумага не превратилась в пепел. Бо с беспокойством вглядывался в лицо партнера. Похоже, то, что он увидел, удовлетворило его, так как он спрыгнул с дивана и воскликнул. «Будь я проклят!» «Если ты в самом деле не нашел, что искал, когда мне приступать к работе?» «Сразу же!» Сияющий мистер Квинт снова сел. «У нас есть шанс, Бо!» «Отличный шанс!» «Но ты должен действовать быстро и осторожно!» «Что ты хочешь, чтобы я сделал?» «Я знаю, кто убил Энн Блумер!» «Логически это может быть только один человек!» «Я исключил все несоответствия!» «И теперь не может быть никаких сомнений в виновности этого лица, которое я имею в виду!» «Кто же это?» мрачно осведомился Бо. «Погоди!» «Не порть мне краткие мгновения моего триумфа!» И мистер Квинн добавил мечтательным тоном. «Наш друг сделал две ошибки, одна из которых, боюсь, окажется роковой. Мы можем извлечь выгоду из этих ошибок, если не будем терять времени». «С какой бы стороны я не смотрел на это дело?» «А я смотрел на него со всех сторон. Мне ясно, что для того, чтобы убийца Энн Блумер предстал перед судом, мы должны предъявить три доказательства. «Три доказательства?» Боб качал головой. «Либо я тупица, а ты гений, либо я нормальный человек, а ты порешь чушь!» Мистер Квинн усмехнулся. «Два из этих доказательств поджидают нас. Нам остается только в нужное время протянуть руку, и они наши». «Третье...» Он резко поднялся. «С третьим сложнее. Это доказательство самое важное. Его труднее всего заполучить». «Что он особо представляет? И где находится?» «Я приблизительно знаю, как оно выглядит», с улыбкой ответил мистер Квинн. «А вот где оно?» «Не имею ни малейшего представления». «Тогда как ты вообще догадался о его существовании?» осведомился Бо. «Очень просто. Оно должно существовать. Логика буквально выпьет о его существовании. Этого требует каждый факт дела. Твоя работа найти его, и ты должен сделать это до полудня». «Я не знаю, о чем ты бормочешь», с раздражением сказал Бо. «Но скажи мне, что именно искать, и я пошел». Мистер Квинн сказал ему, и черные глаза мистера Раммела возбужденно заблестели. «Да будь я проклят!» изумленно воскликнул он, а мистер Квинн наслаждался атмосферой восхищения. «Хотя каким образом тебе удалось до этого додуматься?» «Тут нет никакой тайны». «Беспечно промолвил мистер Квинн. «Маленькие серые клеточки, как любит повторять мсье Пуаро». «Ну, в любом случае, сейчас нет времени объяснять. Тебе нужно отправлять телеграммы, поднимать людей с постели, сейчас три часа ночи, преодолеть ряд бюрократических препятствий, подмазать определенное количество зудящих ладоней, обзавести с помощниками, короче говоря, добыть доказательства к полудню». Бо схватил телефон. Что касается мистера Квина, то он растянулся на диване с урчанием, свидетельствующим о чисто чувственном удовольствии, и заснул еще до того, как Бо кончил набирать первый номер. Когда мистер Квин проснулся, солнце светило ему прямо в глаза, а во рту было ощущение куска фланелевой тряпки. Он со стоном сел, протирая глаза. Офис был пуст, стаканы и пепел исчезли, часы показывали девять, и поэтому он сделал элементарный вывод, что мисс Гикуба Пенни уже явилась на службу. Эллири с трудом доковылял до двери и выглянул в приемную. Мисс Пенни чопорно сидела за стылом и вязала сто пятнадцатый шерстяной треугольник, которому предстояло стать составной частью третьего шерстяного платка со времени поступления на службу Валерии Квин Инкорпорайдет. Доброе утро, проскрепел мистер Квин. Видели мистера Раммела? Нет, но я нашла записку для вас, мистер Квин. Подать вам завтрак? Единственная вещь, в которой я в данный момент нуждаюсь, это ванна, и, боюсь, мне придется отправиться туда одному. В записке, над царапанной размашистыми каракулями, Бо говорила следующее. Продолжай храпеть, я иду по горячему следу, успею к полудню или напьюсь. Как у нас банковским счетом, работа требует жутких расходов, Бо. По скриптум, не забудь про банковский счет, Б. Мистер Квин усмехнулся и пошел умыться в лабораторию. После этого он почувствовал себя лучше, а, садясь за телефон, ощутил напряженный трепет ожиданий. «Инспектор Квин? Это ваш старый друг? А, это ты?» послышался ворчливый голос инспектора. «Где ты пропадал всю ночь?» «Пировал с музами», напыщенно ответил мистер Квин. «Чисто интеллектуальный разврат! Ты разочарован тем, что я не дал тебе возможности поближать? А, папа?» Я смеюся слезами на глазах. «Мы с Сэмпсоном всю и...» «Ладно, неважно». Инспектор сделал паузу. «Что у тебя на твоем прославленном уме?» «Я чувствую, что власти испытывают замешательство», усмехнулся мистер Квин. «Несмотря на вчерашний фейерверк, эти знаменитые римские светильники, ты, Сэмпсон, уже не можете быть уверены, что кэриш он вам лгала. Бедные власти! Ну, что ж, такова жизнь, как ты смотришь на то, чтобы сходить этим утром на лекцию? «Как? Снова? У меня нет времени для лекций, думаю», сказал ему сын. «Что для этой у тебя найдется время? Мне говорили, что вчера лектор не был в ударе, но сегодня он гарантирует успех». «Вот как?» Инспектор снова помолчал, затем с подозрением осведомился. «Ну, что ты приготовил на сей раз? Очередное воскрешение из мертвых? Если ты имеешь в виду покойного Кадмуса Коула, то ответ нет. Он был бы тебе признателен за сотрудничество в повторном расследовании убийства Энн Блумер на сцене преступления. «Ты хочешь сказать Вилануа в номере 1724?» Инспектор был озадачен. «Еще одна дешевая мелодрама. Я сказал на сцене, мягко напомнил Эльдери, она включает и номер 1726, папа, не забывай об этом. Пусть так, включая номер 1726, но и апартаменты, и однокомнатный номер были прочесаны, частым гребешком. Ты не можешь заставить меня поверить, что мы что-то проглядели». Мистер Квин рассмеялся. «Ну, ну, папа, не будь таким беспокойным. Ты намерен подыграть Эльдери Квин Инкорпорайдед, или мне придется обратиться непосредственно к комиссару?» «Ты способен так поступить с родным отцом негодяй?» Внезапно усмехнулся инспектор. «Хорошо, согласен, но предупреждаю». «Если ты и на сей раз потерпишь фиаско, Сэмпсон предъявит обвинение, корешон». «Если я потерплю фиаско», с изумлением воскликнул мистер Квин, «это мне нравится». «Кто должен распутать дело?» «Отдел расследования убийства или пара жалких любителей?» «Но я сегодня великодушен. агентство придет на помощь. Неблагодарный, непочтитель». «Итак, в 11.30 вела Ануа, папа». Глава 22. «Мистер Квин и зубы дракона». Старик явно не в духе, шепнул сержант Велли мистеру Квину, когда они незадолго до полудня стояли в гостиной номера 1726, наблюдая за молча входящей публикой. «Неудивительно», усмехнулся Элли, «я уже с этим свыкся». «А, Керри, как вы себя чувствуете этим великолепным утром?» «Ужасно». «Благодарю вас». Под глазами девушки синели куги, кожа казалась серой и стянутой. «Где Во? Он даже не... Во выполняет задание», ответил мистер Квин, «но он должен быть здесь с минуты на минуту». «Из-за вас он много не досыпает, Керри». «Уверена, что не так много, как я из-за него», отзвала Керри. «Это что-то важное для вас высшей степени», весело ответил Элли. «Одна демонстрация и кошмар кончится». «А сейчас садитесь, как хорошая девочка, и ничего не делайте, только слушайте». «Пожалуй, я сяду рядом с Вай». «Бедняжка, глядя на нее, можно подумать, что это ее обвиняют в... Не хочу повторять это мерзкое слово. Для того и существуют подруги». «А, Самсон?» «Как всегда встревожены?» «Ну, как ваше горло?» «Пусть тебя не беспокоит мое здоровье», сердит и сказал окружной прокурор. «Ты подумай лучше о себе. На этот раз в самом деле есть что-то важное. Почему бы вам не подождать и не посмотреть самому?» «Входите, капитан Энгус. Как вы себя чувствуете после вчерашнего опыта, мистер Де Карлос?» «Да, да, знаю. Сначала весело пируешь, а потом внезапно наступает похмелье. Мистер Гуссенс, жаль, что снова пришлось вас побеспокоить, но уверяю, что это в последний раз. А вот инспектор Квинн. Доброе утро!» Инспектор произнес только одно слово. «Ну, увидишь сам». Мистер Квинн тайком посмотрел на ручные часы. «Где же, черт возьми, Бо с доказательством?» Элли улыбнулся, прочистил горло и шагнул в центр комнаты. «Вчера, начал он, Бо Раммел дал одно обещание, к которому я присоединился. Мы поручились, что в течение двадцати четырех часов передадим властям убийцу Энн Блумер, она же Марго Коул. Мы готовы сдержать обещание. Убийца Энн Блумер находится в этой комнате». Инспектор Квинн и окружной прокурор Сэмпсон посмотрели на Корешон. Она покраснела и опустила глаза, затем ответила вызывающим взглядом. «Это лицо, продолжал мистер Квинн, могло бы поберечь мои силы и голосовые связки, сдавшись немедленно». «Могу вас заверить», сказал он, глядя поверх голов слушателей, «что игра окончена. Вы разоблачите себя сами, или это придется сделать мне? где жембоа?» Инспектор и окружной прокурор бессознательно окинули взглядом присутствующих объекты их внимания, однако отлично это осознавали, они затаили дыхание и, будучи не в силах сдерживаться, дальше выдохнули одновременно виновный вместе с невиновными. инспектор Квинн и окружной прокурор Сэмпсон выглядели раздосадованными, а мистер Квинн пожал плечами. «Все еще надеетесь», заметила «но можете не рассчитывать на милосердие, так как ваше преступление было совершено из чисто корыстных целей, и к тому же вы вынуждаете меня опускаться в утомительные объяснения». Снова молчание. «Куда же подевал сабо?» «Дело», резко заговорил мистер Квинн, «вернее, его разгадка зависит от трех фактов, трех фактов и трех доказательств». Сначала факты. Тщательно проанализировав имеющуюся у меня информацию, я смог определить три характеристики убийцы Энн Блумер. Первая из них связана с непосредственной идентификацией. «Как я сообщил вам вчера вечером, мистер де Карлос...» При этом де Карлос закашлялся, а мистер Квинн подождал, пока он проглотит комок в горле. «Мистер де Карлос, придя к нам три месяца назад под именем Кадмуса Коула, по небрежности оставил в нашем офисе авторучку. На ней имелись уникальные идентифицирующие отметины, отличающие от всех точно таких же ручек, несмотря на то, что они продаются во всем мире сотнями тысяч экземпляров. Эти царапины и дугообразные вмятины на колпачке могли быть сделаны только человеческими зубами. Зубы являются скромным, но достаточно красноречивым символом их обладателя. Они всегда несовершенны, я имею в виду не кариес и другие патологические изменения, а просто строение их и форму. Не существует двух полностью идентичных комплектов зубов, какими бы здоровыми они ни были. Все они обладают индивидуальными размерами, формой, расположением по отношению к соседним зубам. Любитель может иногда счесть их одинаковыми, но донтист после тщательного обследования всегда обнаружит разницу. В старину любой мог определить фальшивые зубы во рту абсолютно незнакомого человека, так как они были неестественно совершенными. Но в наши дни донтисты стараются быть ближе к матери природе. Они изготавливают вставные зубы, которые большинство любителей принимают за настоящие. А почему? Потому что современные вставные зубы обладают не только более естественным цветом, но и слегка несовершенной формой и неправильным расположением. Где же этот чертов бо? Криминалистика давно признала важность следов зубов в качестве идентифицирующего признака. Они являются такими же неопровержимыми доказательствами, как отпечатки пальцев. Правда, на колпачке авторучки имеются отпечатки далеко не всех зубов, а всего лишь двух-трех нижних и такого же количества верхних. Но даже этого может быть достаточно для внимательного наблюдателя. Все сидели не шелохнувшись, как будто каждое слово, произнесенное местом Квином, имело для них жизненно важное значение. Эльдерис снова посмотрел на часы. Должен признаться, улыбнувшись, продолжал им, что я абсолютно противозаконно утаил бесспорно важную улику. Насколько важную предоставляю судить вам. Я утаил ее, когда мы с мистером Раммелом обнаружили этот предмет под радиатором в номере 1726 вскоре после того, как оттуда выскользнул убийца. это был составляющий парус упомянутой авторучкой, автоматический карандаш черного цвета и с такой же золотой отделкой. Инспектор Квин обменялся взглядом с окружным прокурором Сэмпсоном, после чего они оба сердиты уставились на Эллере. Как ты смел, рявкнул инспектор, вскакивая на ноги. Я приму наказание позже, прервал его мистер Квин. А теперь позволь мне продолжать. Комнату приготовили для постояльца совсем недавно. Она была безупречно чистой. Этот карандаш упал между радиатором и окном и закатился под радиатор. Так как перед выстрелами и во время них убийца стоял у окна, то совершенно очевидно, что он случайно уронил карандаш во время совершения преступления или прямо перед этим. Кстати, папа пепел, обгорелую спичку и окурок сигареты оставил я специально для тебя. Должен ли я был что-то оставить взамен карандаша? Обогревший инспектор опустился на стул. Обследование карандаша, продолжал мистер Квинн, подтвердило, что он входил с авторучкой в единый комплект, принадлежащий одному человеку, ибо следы зубов на карандаше были идентичны следам на ручке. На всякий случай я удостоверился в этом факте, прибегнув к мнению эксперта, исключительно для юридической процедуры, так как я лично не сомневался в идентичности следов. Лицо, обладавшее прискорбной привычкой грызть свои ручку и карандаш, имеет очень длинный клык верхней челюсти, расположенный в весьма необычном соотношении с двумя соседними зубами и зубом под ним. Я бы мог обрисовать вам картину во всех научных подробностях, но боюсь, что это вас утомит. Только запомните одно, что вмятина от этого клыка вкупе с отпечатками соседних зубов делают идентификацию безошибочной. Ручка и карандаш принадлежали одному и тому же лицу, а их поверхности были исцарапаны одними и теми же зубами. Кто же уронил карандаш в комнате, откуда застрелили Энблумер? Лицо, находившееся там во время преступления, иными словами убийца. Следовательно, установив владельца ручки и карандаш, а мы сразу же определим личность убийцы. Де Карлос с трудом сдерживался. Да, мистер Де Карлос, это не мой комплект, с трудом выдавил он. Вот как? Мягко осведомился мистер Квин. Тогда мы можем избавить себя от лишних разговоров. Если ручка и карандаш не ваши, то кому они принадлежат? Де Карлос ошеломленно нагляделся вокруг. Затем он опустил взгляд и пробормотал «Я больше не скажу ни слова». «Возможно, наступит момент», заметил мистер Квин, «когда вы станете более разговорчивым, мистер Де Карлос». Вторая характеристика убийцы представляет собой весьма любопытный пункт, который я едва не проглядел. «Несчастью для нашего скромного стрелка я весьма методичен и, обдумывая все, заново обнаружил этот факт во всей его перспективе». На следующий день после так называемого бракосочетания мисс Шон и мистера Раммела полиция получила анонимную телеграмму. Услужливый отправитель сообщал, что никакого брака не было. Эта информация сразу же подтвержденная расследованием снабдила власти отличным мотивом, который они могли использовать в обвинении Кэрри Шон. Кто же мог быть заинтересован в том, чтобы увлеки против мисс Шон были вескими? Очевидно, то лицо, которое украло ее револьвер, застрелило из него Энн Блумер и бросило его в эту комнату через двор из окна номера 1726, другими словами, самоубийца, пытавшийся свалить свою вину на мисс Шон. Если этот вывод нуждается в дополнительном подтверждении, то укажу, что способ уведомления полиции, сообщение, переданное в телеграфную контору по телефону автомату, был использован и для бронирования номера 1726 на ночь убийства. Инспектор Квинн кивнул, как будто тоже пришло ему в голову, а окружной прокурор покраснел, словно никогда об этом не догадывался. Это приводит нас, ласковым голосом продолжал мистер Квинн, к характеристике номер три. Я уже говорил, что логика указывает на наличие у Энн Блумер партнера, молчаливого и невидимого партнера, снабдившего ее разного рода доказательствами того, что она является одной из исчезнувших наследниц Коула. Этот молчаливый партнер имел три мотива для убийства Энн Блумер. Первый мотив месть, если мисс Блумер, будучи признанной в качестве Марго Коул, отказалась бы делиться с ним добычей.